всем привет дорогие друзья с вами red fox total варвара хаммер 2 северные гномы и у нас новая напасть нашествие скальность ну тут еще нормально вот это арно и конечно опасная два отроди адских ям адской ямы все с золотыми лучиками тут лесок крыса огры и ассасины прокачанные особенно вот этот парень так что суммы на всей скорости ступаем к ним и они могут на меня напасть вдвоем проблема в том я могу подойти куда-нибудь сюда они оба если ко мне побегут я отступлю и они меня не достанут я на них нападу по одному потому что у меня то есть стремительный удар самого начала игры все прокачал проблема в том что не смогут сработать вероятность напасть из-за сады и тогда нам будет очень тяжко или можно в засаду спрятаться шанс на успех засады сто процентов это наша территория давайте попробуем так они на нас не садятся конечно но они не должны уже штурм идти хотя 4 что у них есть отродье крыса игры учисленный перевес они могут сразу пойти на штурм и разрушить не поселение давайте попробуем спровоцировать на атаку так наш танк раненый вернулся и его бы конечно в боевые навыки прокачивать да еще я думаю там силу оружия давайте мы подкачаем и сюда он пусть бежит потому что покушение стоит тысячу на 30 процентов слишком дорого инженер 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 мне нужен дома пошли ка здесь пройдем так еще посмотрел лучший самый лучший гарнизон дают отстроенные казармы два отряда хороших так что не стоит недорого что мы гарнизон лучше отстроим сдают защиту в ближнем бою в осаде неудачно заль ну ладно хоть качаемся ну и все наверно пропускаем здесь сейчас не нападут на город мерзкие крыши только объявили войну сразу притопали целой ордой наемникам сейчас по морда сам дадут отлетели наемнички наши просто стояли и ничего не делали ну что такое теперь две армии ко мне в гости двину сюда собравшись вместе такой орды конклав может и не выстоять надеюсь они посчитают его достаточно слабым будут нападать по одному стен же нет только гарнизон но я бы на это не надеялся еще одно ревущие стадо бритонию грохнули не совсем но порт отжали значит столицу очень плохо что теле и стали прочие ребята вот эти южные порубежники со мной не торгуют еще одна армия полная так но на город они не успели напасть но их теперь тут три армии полных пользуясь случаем хотите хасид сваливает да меня унесли то зверолюду идут вампирского уже эльдорфа уже музильон везде тут все нету империи нету вообще не осталось никаких фракций кроме вампирских драк атакует на крепость напал дракон хаоса отрицательный рост повреждены постройки че не хватало так гарнизон чик усилили я сны с полные отряды Нужно выкинуть пехотку, чтобы взять... Потери, ребята, несут, это здорово. Вопрос, на кого из них напасть. Просто если я разобью вот этих и понесу потери, потребующие один-два хода восстановиться, он мне штурманет город вот этими вот и разнесет. Да? Ну, как бы большой вопрос, какая там карта. Если карта стандартная, маленькая... То может и снести, а может и не снести, арбалетчиков там достаточно. А вот эти ребята, например, уже город фиг возьмут. Но если он не нападет на этот город следующим ходом, я могу убить эту армию. А потом вместе с гарнизоном напасть на вот этого. Не все три друг друга защищают. То есть на одного его не нападешь. Вместе с гарнизоном, в смысле. Это тоже поможет. Давайте на главную силу нападать, наверное. Город не отобьется от такой. От двух ассасинов еще прокаченных. Техномага. С сожжением и варп-молниями. Подожди, а я не могу напасть или я не могу не вестись? А, я не могу на него напасть. Вот эти их проходы закрывают. Ну ладно, сами определили свою судьбу. Пока не буду героя. Вот час после боя и возможных потерь. Ну и тогда, может быть, возможно мы понесем потери и возьмем героя на лакантное место. Так, что там у этих? У этих... Один отряд крысаограф вроде. А, нет, вообще нет крысаограф. Есть огнеметчиков отряд. Они очень опасные, но стреляют недалеко. Поэтому наша задача их скосить арбалетами. Все, чумные монахи у них на редкость неприятные товарищи. Но их мы... Долгобородами должны порубать, я надеюсь. Ну а в целом все, не кавалерии, не магов. Он вроде не маг, да, он воин сам по себе. То есть кучка пехоты крысиной. Ну и они нам будут в спину вызывать еще свою крысину. Крысиные отряды. Хотя это наша территория, кстати, может и не будут. Лорд у них здесь. Карта на редкость неудобная. Ну не на редкость, но неудобная. Давайте чуть сбоку встанем. Так, вы как дамагеры, давайте чуть сзади. Так. Ну где-то так, то к вас наверно тогда сюда. Если крыс будут вызывать, чтобы вы помогли арбалетчикам отбиться. или не будут вызывать крыс, пока непонятно. А, ребят, пошли в гости. У меня преимущество по стрелкам. А, они к себе их вызывают, не ко мне. Отлично. Тогда по старому плану. Для Васishops Сize. А, Лоска Осин. А, Лоска. А, Лоска. У Slo wish radar точно к себе основанию. Крылelines. Параты. Справедigration. За décвижение. так где там огнеметчики то он чумных монахов можно немножко по фокусить так давайте туда Вауат? Давай туда в бой Где их генерал-то? Огнеметчики выхватили Добивай, добивай Все посыпались Но они еще будут возвращаться Вот этих долгобородов не проведили Конечно, неприятно Дворф-warriорс Додж Фейн Попт-дос-дворфен-лэкс Хай Попт-дос-дворфен Попт-дос-дворфен Вбег Что-то наши элитные вырубатели очень долго вырубают пару пушевых кланов крыс отряда. Ну держи, лорда их. Топоры в них бросьте, да и все. Может догонят? Должны быстро бягать, по идее. Блин, штурмовых только раздогнать бы как раз. Такие. Ну, вряд ли мы сможем это сделать. Ну, вот эти ребята, конечно, молодцы. На опасном направлении стояли, держали много на себе. Но не скажу, что они прям... Мы полотряда вырубили. Они вроде элитные ребята у нас. Ну, вот этих полотряда вырубили. Они обычные ребята у нас. Обычные хорошие ребята. Лорды их убили. Да. Пока нет. Давайте убьем. Вон, девятого там какого, что ли, уровня? Нечего ему. Пусть новенького нанивают. 154 и 76 нарубали. Те, которые у нас типа убийцы, но что-то не сказать. Очень долго они справлялись с двумя отрядами. Я думал, они их вырубят и пойдут на помощь вот этим нашим. Ну, кстати, кратоворцам, получается, вопросы. 21 убитый, а у этих 138. Тут же все молодцы. Ну, вот эти только. Но они и не умерли. При этом. У тебя по характеристикам, кажется, ротоборцы вот эти как раз намного лучше. Ну, не намного, но лучше. Че мы им, чумных монахов всех прорядили? А что же мы в штурмокрысы убежали? Это не очень хорошо. Огнеметчики убежали? Да ладно. Да ладно. Полторы тысячи денег мне, конечно, пригодились бы, но не в такой ситуации. Обида вычеркнута. Серебряный рог умещения. Слушайте, а и правда, давайте-ка вырубать армии подкрепления. А на эту нападем вместе с гарнизоном. Здесь нам хватит для этого ходов. Что и тут еще у нас есть интересного? Ну, кстати, упорство можно прокатять, чтобы наши дольше не уставали. Или боеприпасы и урон. На рейнджеров, жаль, не распространяется. Боевые духы на своей земле. Натиск для всех, кстати, тоже неплохо. Давайте, наверное... Запас сил прокачаем. Вот он и всем натиск. Пригодится. В исполнении потерь и кое шикарное. Прокачанное. Так, ну что, пошли дальше. Даже со стремительным ударом. Показывает, что шансы у нас тут уже не такие хорошие. Чумные кадильщики опасные. Маг восьмого уровня неприятный. Генеметчики и бомбардиры цфер смерти. Покусим крысоограф. Потом всех бомбардиров надо порастреливать. А то они... Опасные ребята. Ну и будем надеяться, чумные кадильщики за это время много не насшибают нам гномов. Территория та же. Тут же этот лесок неудобный прямо перед нашими позициями. Это то, что встанем, как стояли. Так, только теперь у нас тут фланг немножко поредевший. А эти вот будут их сзади прикрывать. Этих, наверное, сюда. Кроссоограф вырубить всей толпой. Эх, что я делаю, а лорды? И сюда, и тебя, куда-то сюда. Какая красота сзади. Что-то ребятки сбиваются в кучку как-то. Или нет? Главное, крысоограф за фокусите это самые опасные твари. Так, вы туда. Нифига себе прилетела. Эх, 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 эх. Вот посмотрите на эту жесть. А, блин, это огнеметчик тут еще. Огнеметчиков надо первыми. Эх, 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 эх. Блин, про этот фланг забыл. Там нет никого. Мы стоим. Нифига мне повырубали толку бороду. Ну, руби их. Куда пошли, куда пошли. Так, ребята. Лови их. Так. Борг мой нормальность я тут чувствует. Борг мой нормальность я тут чувствует. Добавляйте. Борг мой нормальность я тут чувствует... Так, вы снижены холодно. Топ, вы снижены холодно. Ну такое. Были ошибки, конечно, в управлении. Не без этого. Но вообще опасные твари. Глободьеры этих с огнеметчиками, просто жесть. Жаль, что мы их не догоняем. Вот и потери у нас. Чувствительные. Вот смотрите, смотрите на этот урон. Огнеметчики вообще выжили, жахнули. И глободьеры набросали, бомбардиры. Ну и плюс вот эти упоротые ребята. Да. Да. В самом деле я сейчас, наверное, могу всех просто перебить. Но могу при этом потерять армию. А, эти были на марше, они сдохли без отступления. Отлично. Это отлично. Меч питвы. Так. Подождите. Не понял. Не понял. Эээээ, чего? А что произошло? Куда пропала армия, которая нас осаждала и вот это недобитое. Что-то какой-то глюк произошел, ребята. Давайте глянем силу армии у клана творцов. Может они в засаду вдруг спрятались? Ээээ. Да, у них огромная сила армии. У них, наверное, есть та армия еще. Они в союзе? А с ситами? А, ну вроде и были. Это ж не хаос. Это этот легион. Да. Да. Хоть кто-то. Гномы. 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 Все, кто не spite меня, не живут, чтобы сказать о них. Здравствуйте, ДАури. артуа тут в маринбурге так давайте торговать а ты с этими дружишь да с гномами не можем торговать ни с кем вот каракхирн 5 территорий в горах вокруг враги кланан грунт 3 территории кстати с выходом к морю розанкор 6 территории осталось все вокруг столицы вражеское ворки видимо рад чуть я не понял куда пропали крысы я не очень хочу это выяснять вот в чем дело суммы и марш я не могу включить ради встанем под защиту гарнизона хотя бы очень не хочется мне распускать этих ребят но другую армию нанимать денег нет начать маяк стыд маяк стыд штамма давай сюда ладно 500 монет за каждый раз дороговато что толку никакого мальчик мальчик намечалась целая серия драк с крысами теперь непонятно что но строить нам вроде нечего но им вставать кстати можно выгнать этих двух встать в найм еще двух вот этих отрядиков мы уже под защитой города да не в нем конечно как раз чтоб гарнизон да у нас в помощь жалко 7 золотые лычки распускать наверно лучше это сделать сейчас так мы не потеряем ход другой стороны тут крысы где-то рядом сейчас окажутся они на нас нападут мы отступим я чем отступать мы под защитой гарнизон давайте деньги есть встанем в найм вот хускар у нас еще есть сила оружия атака плюс бросаются может хускар у нас на это улучшение этих держание почти одинаковые стоимость тоже защиты намного меньше но тут защита нам не очень нужно давайте их найм все это пушка инженера забыли но все было рассчитано что мы про него можем забыть я бы с удовольствием эти старые элитные отряды передал в ту вторую армию или оставил в гарнизонах вот это меня несколько печалит что нельзя отряд например в гарнизон засунуть ты еще тут давай о это е-мое вот уродец вот откуда он знает что я встал в найм на два хода чтобы вот так нагло заезжать а ранение полная неудача шикарно же самоубился об меня наверное не на смерть но все равно не будет доставать хотя бы да договоры не нападение то давайте конечно можно вообще со всеми гномами подписать но торговать правда мы с ними от этого не сможем ну так по лору мол весточку прислали всем гномам что мы живы хотя мы не дружелюбны и никого к себе не звали так что по лору как раз не очень нам тут нафиг никто не нужен мы сражаемся с хаосом пока остальные на югах занимаются непонятно чем но торговля нам настолько нужна хоть я не знаю к эльфам плыви устанавливай торговые связи они бусы продают но главное чтобы что-то продавали мы им еще хаос то нападет или не нападет на канглас так тошнотик но это другая армия я сделал непонятное не знаю даже кто поломался игра или мод я после победы видимо встал так что или это наверное стремительный удар наверное это заглючил стремительный удар потому что я напал на армию которая была на марше стремительным ударом ну и соответственно только с ней бился а вот на выходе из этого боя мне наверное засчитали как будто это был не стремительный удар а просто нападение на армию и всех проигравших распустило только в проигравшие записало и те ребята тех ребят которые не смогли участвовать в этом бою армию вот осаждавших армию рядом стоящих что-то я не знаю как я аннигилировал самую страшную армию какая-то фигня ну в принципе и ладно так тут банально много собак немножко пехоты встаем покрепче плечом к плечу тренировка там вон мамонты рядом идут следом надо как можно меньше потерять бойцов выиграть то тут у нас не проблема как бы все уже отрепетировано так 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 криватенько так конечно ну ладно у нас тут не парад это поровнее как-то да сейчас не орксов надо убивать но их конечно тоже надо теперь ну вообще по жизни так сказать знаете прям вперед то она поставим суровые наши жители конклава не сдаются ну что там давайте быстрее оперативно оперативно золотые лычки погляньте по три двух два арбалетчики почему-то именно эти арбалетчики они же одинаковые ну сейчас раскаченные конечно лучше но в целом то урон у них одинаковые дальности стрельбы почему-то именно эти качаются низ того быстро так так первые чё ждём полетела не могу ближе подлететь нормально ну тут так они растекаются чтоб в них не попало о знаете туда где толпа побольше то эти уже за домами прячутся а ой как хорошо что ребят неразбериха небольшая куда бежать арбалетчики им подсказывают ща вы побросаете у меня тут купья собачки хотели вдоль стеночки проскочить ой как залетает на землю куда сейчас своих будет залетать ой как как прекрасно ой а а а а а а Так, ладно, сейчас уже опасно Сюда-то, как бы шмотиться Давайте-ка колесницей вырубим нафиг залпом Я просто терпеть не могу А теперь отмена и стреляем во всех, кого захотим Ой, лорд не убежал Неплохой залп Сюда полежащим головой туда Ну что, вроде неплохо, ребятки, заплатили за попыточку Немножко и гномам досталось, но... Немножко Давайте последние снаряды расстреливаем 2150 Наметателей На арбалетчиков Равномерно рассеялось 54 наши потери И да, это от дружественного огня в основном Потому что они убили 10 7 Так, 25 они убили А теперь 54 Видимо и стрельба в спину И может камень прилетел куда Хотя вроде камней я не видел Так Тысячу денег можно взять Ну там рядом северяне Ну я думаю рискнем Мне кажется мы успеем восстановиться Мы такие большие потери понесли Возьмем тысячу денег На ремонт 22 уровня Отлично Получил ранение Жаль не умер Еще и сюда бестмены пришли Но надеюсь они поссорятся С северянами Это было бы отлично Не очень опасные ребята пришли Если бы не их элитные отряды Вот особенно это твари Если б я еще один ход не нанимал себе ребят Ну ладно Ну ладно С этим мы будем разбираться в следующей серии Первое нашествие крыс мы отразили Теперь лезут звероморды Тут хаос восстанавливает силы Ну и крысы тоже как бы Вовсю клепают армии сейчас У нас под боком И северяне тоже на нас прут Просто капец На трех флангах На трех направлениях воюем И улучшение ситуации не предвидится 109-й ход Через 40 ходов Придет еще и хаос А мы что-то Последние наверное ходов 50 Вообще никуда не продвинулись Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ладно с этим всем мы разберемся потом спасибо что посмотрели надеюсь вам понравилось справились с крысами немножко почетерили но в принципе справились самая зрелищная битва в итоге у нас пропала куда-то непонятными путями что-то скажем так ха ха эти скавины что-то там наколдовали так что их рогатая крыса забрала их к себе что-то бахнула там техномага видимо и всю армию разбросала такое бывает у скавинов они то потравятся то подорвутся то еще что-нибудь то разбегутся так что будем считать все все по лору спасибо что посмотрели всем удачи тем пока